Всем привет! Сегодня расскажу вам полностью, наверное, постараюсь все рассказать про МЦ. МЦ ЦАРГУ, МЦ, как угодно можно называть, ММЦ, по-всякому все называют. Но суть одна вот эта вот штука с такими вот трубками и все остальное. Буду рассказывать по порядку, постараюсь. Думаю, что на все вопросы отвечу. У новичков, которые вопросы возникают, кто ей пользуется, тот уже знает. И, соответственно, сразу хочу сказать вначале, что спорить про нее, вот много кто спорит, но спорить про нее может только тот, кто использовал ее, кто ее тестировал, то есть сможет сказать по делу что-то, а не диванные критики, у которых мнение складывается из роликов на ютубе, как-то еще, то есть вдруг от дружки там что-то передали, или от жадности, потому что он не может ее себе купить. Здесь можно рассказывать только так. Я могу ее хвалить, вот у меня пена изо рта будет идти, мог бы вам ее хвалить, но смысла мне нету, я не собираюсь вам ее хвалить, потому что я их не продаю. Я ничего вам, то что показываю, не продаю. Я обычно вам показываю, рассказываю то, что я купил, чем пользуюсь. И, соответственно, давайте поехали. Первое. Для чего она нужна? В принципе, вообще. Она нужна для того, чтобы задерживать хвосты. Я буду рассказывать опять же по-простому, без всяких заумностей. Она задерживает в себе хвосты, переиспаряет их, короче там куча процессов происходит. Но смысл в том, что у вас хвосты не попадают в отбор. Практически не попадают. Ну, если только уж там в конце в самом. И, соответственно, вы спокойно работаете на колонне, не напрягаясь. То есть эта штука облегчает вам жизнь. Облегчает ее прилично так. Вот это, наверное, ее единственное предназначение. Кто-то там иногда мне в комментариях писал, что она укрепляет что-то еще. Нет, она не укрепляет. Она просто держит хвосты в себе и дает вам работать на колонне ровно, не нахапать дерьма, не нахапать ничего, то, что можно нахапать в процессе перегона. Второе. Какая МЦ-шка должна быть? Сколько? Опять же про эти спреты и много споров. У меня есть ролики на канале, кто не видел, посмотрите. Про МЦ-шки много роликов. Двухдюймовая, трехдюймовая, четырехдюймовая, шестидюймовая может быть. И по высоте они разные бывают. Соответственно, вот самый такой важный вопрос при покупке, который возникает у новичков, это какую себе купить? Опять же, смотрите в роликах. Я вам все рассказывал на эту тему и про двухдюймовую, и про трехдюймовую. У меня четырехдюймовая. Четырехдюймовая у меня работает и на двухдюймовой колонне, и на трехдюймовой колонне она у меня тоже работает. Именно четырехдюймовая короткая. Я бы мог поставить ее длинную. Многие ставят длинную двухдюймовку. Но у меня просто высоту потолков я экономлю, грубо говоря. Не высоту потолков, высоту колонны я экономлю. Чтобы не удлинять лишнего, я лучше еще добавлю что-то там вверху. Соответственно, я выбрал в толщину расти в плане МЦ-шки, а не в высоту. Поэтому грубо, если прямо грубо сказать, то двухдюймовая МЦ-шка короткая пригодится только тому, кто перегоняет там литров 5 спирта-сыреца. Ну, может быть 10, может быть 10. Но давайте остановимся на цифре 5. Огрубим все вот так вот по простому. Если у вас перегон, то есть про второй перегон говорим, спирт-сырец. Если у вас его больше чем 5 литров, 10 литров вы перегоняете, 15 литров вы перегоняете, возможно 20 литров вы перегоняете, то вам нужна трехдюймовка или высокая. Потому что хвостов у вас получается больше в кубе и, соответственно, ей удерживать нужно больше хвостов здесь внутри себя. И вы не сможете их удержать, если у вас будет залито 20 литров спирта-сырца и такой маленький стаканчик, в котором там поместится грамм, наверное, 150 максимум. Соответственно, вот у меня работает такой вариант. Работает 4-дюймовая МЦ через переходник. Здесь переходник на 3 дюйма. И, соответственно, сверху у меня тоже переходник на 3 дюйма. Вот он, но мы о нем еще поговорим. И в этом как раз самая главная фишка, что вы должны подобрать объем под себя. Если у вас будет уже объем спирта-сырца 30 литров, то без 4-дюймовки вам уже не обойтись. Это уже однозначно. Третий пункт. Как отбирать на МЦ-шки? А все просто. Вы ее поставили, она работает сама. По сути, так. То есть здесь нет никаких тонкостей, никаких нюансов. Она работает. То есть это просто вещь, которую вы купили, и она работает. Но если она правильно сделана, нормально все сделана. То есть там нет никаких проблем, нет никаких великих секретов. Вы просто поставили данную штуку вниз вот так вот на куб, как у меня здесь она сейчас стоит. Поставили сверху насадочную часть, и она у вас работает. Все. То есть вам заморачиваться не надо. Она должна здесь пениться. В роликах у меня опять же можете посмотреть, как здесь процесс происходит. Если она у вас не булькает, значит она не работает. Если она у вас там булькает как-то раз, два, три там бульки проходят, не работает. Она должна прям вот конкретно так кипеть, там пениться, бурлить и все остальное. Я говорю, есть видео, посмотрите, кто не видел, если нужно. Все есть, все рассказываю. Четвертый пункт. Нужна ли МЦ-шка для ректификационной колонны? Нужна ли МЦ-шка для колпачковой колонны? Мое мнение, которое у меня сложилось уже в процессе эксплуатации, что для ректификационной колонны возможно и не нужна, хотя работает с ней колонна гораздо стабильнее. Но там можно обходиться, можно нарастить колонну еще на полметра. Может быть это будет дешевле, ну точнее даже скорее всего это будет дешевле и вы обойдетесь вполне себе так. Спокойно, хорошо, легко. На колпачковой колонне она себя показала очень хорошо, потому что вы знаете, что на колпачках, когда работаете, там после 90 уже начинает потеть нижний колпачок, соответственно хвосты начинают подбираться и при том, вот как хвосты подбираются, уже начинается там канитель, либо отбор, там что-то еще. Здесь она просто работает и на колпачках я могу спокойно отбирать до 98 в кубе, не напрягаясь. То есть вы забираете еще большую достаточно часть спирта. Без нее на колпачках вы вырубаете отбор, отбираете там хвосты, соответственно потом их еще раз перегоняете. Есть такой расклад с колпачками. Соответственно, для колпачков она очень хорошо подходит. Значит идем дальше. Что у нас там, какой пункт? Пятый. Чем МЦ-шка отличается от узла отбора хвостов? То есть, ну вы знаете, да, все вот эти вот узлы отбора хвостов, скоро вам расскажу и про них тоже подробно. Такое же сделаю ликбез, грубо говоря. Тем, что она отличается тем, что не надо бегать к колонне. То есть она у вас работает и работает постоянно. У вас спокойный происходит перегон, вы не напрягаетесь. На узле отбора хвостов нужно там подкручивать, сделать одну каплю там в 10 секунд, 2 капли, 5 капель и сколько там вам нужно. На колонне уже каждый работает под себя. С повышением температуры в кубе нужно регулировать узел отбора хвостов. Дойти с ним до тех же почти 100 градусов в кубе сложно. МЦ-шка даст больший результат и лучше все-таки. Опять же говорю вам из практики. В этом ее основное отличие. Она вообще сама по себе это мини-автоматика такая, которая никогда не сломается. Если автоматика может подвести в плане того, что там, ну автоматика, любая электроника, любая автоматика может что-то там в ней сломаться, что-то может сдохнуть и она будет работать не так. Здесь железка, трубки, стекло подвести может только если вы ее грохнете и разобьете стекло. Все. То есть железяка, которая делает практически все функции автоматики. Ну опять же простой автоматики, да, берем такой обычный. Поэтому вот только в этом, наверное, ее отличие от узла отбора хвостов. Что-то я вам все как-то вроде по плюсам получается. Да, давайте в минус уйдем. Есть у нее один большой минус. У им цехи есть огромный минус, который вы естественно должны знать. Я думаю вы его знаете. Она дорогая. То есть игрушка достаточно дорогая и ну наверное может быть далеко не каждый, как сказать, но многие не могут ее себе позволить. Соответственно это минус, что стоит она достаточно дорого, но здесь все-таки дофига всего. Соответственно понятно откуда цена образуется и все остальное. Поэтому тут уже выбирать самим удобство и все прочее. Ну как обычно все, что комфортно и все, что хорошо, оно не стоит дешево. Здесь, к сожалению, так у нас работает все по жизни. Так идет. Больше минусов у нее, по моему мнению, нет. Что еще-то забыл. Еще один пункт. Это, наверное, как вот возникают вопросы, как происходит регулировка отбора всего остального. Здесь нет никакой регулировки отбора. Здесь у меня вот стоит шланг, зажим и все. Зажим закрыт весь погон. Никаких там сливов, переливов я не делаю. Работает все так хорошо. Просто закрытый зажим Гоффмана, который я открываю уже потом, когда перегон закончил. И в общем-то нужно слить отсюда остатки дерьма, назовем так, которые там осталось. И я уже рассказывал в одном из своих видео по поводу хитрости с МЦ. Желательно, чтобы она у вас работала нормально. Нужно, чтобы у вас флегма попадала в середину. Ни в какую трубку, никуда. Если вы работаете на колпачках, то нужно нижний лепесток с колпачка снять. И тогда здесь просто по центру все стекает. Я себе вот такую штуку делал. Она же переходник на 3 дюйма. И здесь вот такой вот сливной носик. И когда я сюда поставлю, но хомут сейчас вам не буду ставить, то соответственно у меня слив всей флегмы будет идти при любом раскладе, хоть на колпачках, хоть на ректификационной колонне, будет идти по центру и попадать вот сюда. Здесь вот штука. Работает это дело хорошо. Но это я уже потом отдельно брал. В общем-то, вроде бы на все вопросы я ответил. Рекомендовать ее покупать или не покупать я вам не могу. Я говорю, если у вас есть какие-то средства на покупку дополнительных устройств, то МЦ купить можно, нужно. Ну опять же, кому нужно, кому не нужно. Кто как хочет. В общем, вещица хорошая, но дорогая. Выводы простые. Выбирайте сами, смотрите сами, думайте. Я вам рассказал ее плюсы, ее главный минус. Я с ней работаю. Вы часто ее видите в роликах. Была бы она какой-то дрянью, я бы с ней не работал. Я бы ее просто продал. Как я вот покупал себе там 2 дюймовки, вот эти МЦ, я от них уже избавился. Что-то разыграл, что-то отдал. И короче, получается, что оставил я себе вот эту, а оставляю я себе только то, что хорошее, то, что мне нравится. Отсюда можно сделать простой вывод, что меня работа МЦ устраивает. И какой результат у меня получается, тоже меня устраивает. В общем-то, я думаю, что ответил на все вопросы. Если какие-то еще будут, в комментариях можете писать. Если их не было там в прошлых видео или что-то, я отвечу на вопросы. Там может кто из людей ответит по МЦ, по ее работе, там еще что-то как выбрать. Все это, я думаю, понятно. Также в Телеграме там у нас это все общение идет. Можете там спрашивать вопросы. Не забывайте читать внизу видео в описании. Там есть ссылки на Телеграм и на все остальное и другая информация, которая вам может понадобиться. Есть как раз и ссылки на плейлист с МЦ. Не забывайте, что под видео можно нажать значок еще и прочитать еще кучу информации и там посмотреть, что вам интересно. Как-то так. Всем удачи!